АПЛОДИСМЕНТЫ И режиссер-постановщик Дмитрий Черников, он же художник-постановщик спектакля. Дмитрий Черников работает со своей командой. Елена Зайцева – художник по костюмам и Глеб Фельдшинский – художник по свету. Не скрою, мы волновались, как примет зритель непростую музыку Албана Берга, написанную по психологической драме Бюхнера, который повествует о тяжелой судьбе простого человека. К счастью, наши опасения оказались напрасными. На премьере был супер-аншлаг. Зрители слушали «Затаев дыхание». Несмотря на то, что спектакль шел без антракта почти два часа. Ту! Терплатсист во флюхт! Ах, вас! Ту! 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 Ту, туши! ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Многое проистекает из музыки Берга, потому что музыка Берга, в принципе, настолько сложна психологически, точна, и содержит в себе такие какие-то страшные внутренние какие-то такие иррациональные подвалы, что кажется, что она вряд ли может обслуживать только социальный сюжет. Она должна рассказать что-то большее. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Все ситуации мы рассказываем как истории ролевых игр. И в какой-то момент, вот, например, человек, который переодевается в доктора, в чем для него смысл в этой игре? В том, что он может в маске дать выход своему бесконтрольному психозу, довестись до такой степени ступления, что он не может сделать в реальной жизни. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы рассказываем про людей небедных, не то что про богатых, нет, ну про тех, у которых более-менее есть какой-то средний достаток. Обычная жизнь наша стала достаточно зарутинирована. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Возникает потребность перенести подлинность, остроту и адреналин настоящей жизни куда-то в другое место, в другую территорию, в другие сферы. И чаще всего эти сферы неподлинные, теневые, параллельные с реальностью, ну как, например, интернет. Потому что реальная жизнь не дает той самой подлинности, остроты того самого адреналина, которому нужен человек. ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В нашем спектакле Вотцик совсем не маленький человек, это может быть даже один из нас. Очень важно, чтобы мы, конечно, сидя в зале, некоторые вещи бы узнали внутри себя. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Возникает отношения Вотцик и Мари, которые, как мне кажется, выглядят каким-то тотальным несчастьем, потому что мы понимаем, что и Вотцик и Мари друг другу нужны, они даже любят друг друга. ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Каждая встреча их кончается несчастьем, говорить им не о чем. Они сидят друг напротив друга, потом он уходит, она рыдает. Она чувствует себя такой несчастной, недолюбленной, невоплощенной, что в какой-то момент вся история ее интрижки, романа, так скажем, интрижки с тамбурмажором, мне кажется, что это попытка несчастной, недолюбленной женщины опрометю, как с моста в реку, как с машины под откос, ринуться кущу жизни. ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ НЕВЕРОЯТНОЙ СТРАСТНОСТЬ, что пусть как-то ощутить эту жизнь. Все сцены, когда они проводят время друг с другом, выглядят так, что тамбурмажор даже слегка подавлен этой женщиной, которая сама рулит, сама свихривает их отношения. ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ